Доброе утро, дорогие друзья, у микрофона Айдара Байдулов. По традиции, раз в две недели по средам у нас утренний кофе с юридической фирмы Солнцев и партнёры, и, можно сказать, у нас в студии уже наш и ваш, собственно, слушателей, персональный юрист этой фирмы Михаил Чернокоз. Михаил, доброе утро. Доброе утро. Слушайте, ну вот такую тему вы заявили сегодня, мне такое как-то навевает по теме такой, что-то оккультизмом, наверное, фаустовские сделки нашего времени. О чём вообще мы хотим поговорить сегодня? Нет, ну это вообще, конечно, условно, да. Ну, о чём это? Да, существуют такие сделки, которые по факту исполняются только после смерти человека. Уже как-то не особо приятно, да? Неоптимистично, а что поделать, да. Всё-таки в конечном итоге моя практика — это семейные и наследственные дела в первую очередь, так что пора поговорить не о каких-то весёлых семейных делах, как мы делали в прошлый раз, теперь поговорим о второй стороне этой практики. Да, с которой, ну, рано или поздно все сталкиваются. Да, к сожалению. К сожалению. Ну что ж, получается, что сделки, в которых мы получаем блага определённые прямо сейчас, расплачиваемся только смертью. Что это такое? Ну, понятное дело, что речь не может идти о продаже души. У нас не предполагается возможности продать подобную нематериальную субстанцию. Да, говорим о материальных вещах. Да, говорим о материальных вещах, а именно о договоре ренты, да. Возможно, кто-то уже слышал о такой вещи, да. В данном случае это соглашение, по которому владелец, ну, квартир или другого недвижимого имущества передаёт другому человеку, ну, или даже организации в обмен на систематические выплаты, ну, разумеется, в деньгах в первую очередь, да, или на пожизненное содержание, да, свою вот эту вот недвижимость. Этот способ очень популярен среди пожилых людей, у которых нет родственников и финансовой поддержки, покрывающей какие-то вот ежедневные расходы. Ну, а сами понимаете, к сожалению, на пенсию прожить может далеко не каждый. Ну, то есть, с точки зрения закона, для таких людей, ну, скажем так, одиноких, да, социально незащищённых, это один из способов, что называется, поправить своё материальное положение. Обеспечить себе стакан воды в старости, да, который, к сожалению, не был обеспечен другими методами. Разумеется, касается это ещё и тех случаев, когда родственники, ну, просто плюнули, скажем так, на своего старого родственника и собираются явиться только на делёжку квартиры, как такое, к сожалению, иногда случается. Ну, в идеале, соответственно, в такой сделке человек получает стабильный, предсказуемый доход, ну, или содержание, да, и при этом ничего не теряет. Это, по сути, по крайней мере, пока он жив. То есть, документально квартира остаётся или там любая недвижимость? Не совсем. Документально квартира переходит на нового уже собственника, да, благодаря этому у нас данная квартира выпадает из так называемой наследственной массы, да. Именно поэтому мы можем использовать данный метод для того, чтобы лишать неприятных себе наследников как раз-таки вот этого наследства, да. Даже если они обладают правом на получение доли в этом имуществе, обязательной так называемой, да. Так вот. Ну, наследство — это отдельная тема, давайте всё... Да, 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 это отдельная тема, не будем думать. В следующий раз, может быть, поговорим про неё. Да. Так вот, получается, что мы передаём квартиру сразу, да, но на этой квартире помещается так называемое обременение, да, в виде этого самого договора ренты. То есть, грубо говоря, да, квартира передана, но с ней ничего не случится, её никому не продадут, никому не заложат, ничего с ней не произойдёт, пока вы живы. Иными словами, вы с ней в законе продолжаете проживать, вас тут опять-таки никто не выселит никуда. То есть, технически получается, человек, который заключил договор ренты с собственником квартиры, он получает право собственности. Да, да. Но на квартире лежит обременение, которое... Да, не позволяет с ней хоть что бы то ни было сделать. То есть, никаких других махинаций, ничего невозможно. Невозможно, то есть, до тех пор, пока, грубо говоря, вот этот человек, да, пока не принесёт свидетельство там о смерти и так далее. Да, абсолютно верно. Пока не будет завершены условия, скажем так, выполнены условия договора ренты. Ну что ж, рассмотрим тогда некоторые из таких, скажем так, фаустовских сделок, да. Вообще, частый и, пожалуй, самый простой к использованию это так называемый договор постоянной ренты, да. Тут суть достаточно проста, ну, собственно, квартиры или другого имущества, он просто передаёт её в обмен на обязательство периодически выплачивать определённую конкретную сумму денег, да. Альтернативный вариант – это обойтись без денег, да, и сделать соглашение о предоставлении услуг и вещей, которые должны покрыть такие расходы. Тут главное, чтобы сумма в первом случае была не меньше прожидчинного минимума, а во втором не меньше, чем два прожидчинных минимума. Ну, а триггер для расторжения такого договора, он, по сути, тоже просто, да, безобразие, да, это не исполнение обязательств по выплате тех самых денежных средств или предоставление вот этого обеспечения, которому идёт речь. Нет, ну, понятно, если, что касается финансов, да, оплаты, то там можно понять, ну, грубо говоря, по банковским переводам, по распискам и так далее, да. Да, конечно же. А что касается услуг, то есть, грубо говоря, если, тот человек, который заключил со мной договор рента, да, ну, проживающий в квартире, и он недоволен тем человеком, который должен оказывать услуги. Ну, недовольство это, ну, что называется такое, обтекаемое понятие. Ну, понятное дело. Как доказать, что действительно он не исполнял свои обязанности? Для начала, Айдар, нужно, необходимо доказать сам факт, что вас что-то не устраивало, да. Как это можно сделать? Ну, сейчас, ну, старинные времена, да, до того, как мы пользовались активно мобильными телефонами и прочей техникой, тогда у нас не было особых вариантов. Нужно было направлять претензию своему, скажем так, человеку, да, который не выплачивает деньги или не оказывает услуги, да, и уже следить за его поведением, да, после этой претензии. Если он не исправлялся, тогда слать еще одно, а еще одно, собирать, иными словами, доказательную базу в виде письменных доказательств. Сейчас с этим немного попроще, потому что у нас появились мобильные телефоны, мессенджеры и так далее. Можно просто доказывать все это, опираясь на переписку вашу в этих самых мессенджерах, иными словами. Тут, конечно, придется немножко заморочиться, скажем так, да, и пойти к нотариусу для того, чтобы составить так называемые акты осмотра доказательств, да, которые смогут, чтобы использовать эту переписку в суде. Сейчас вообще наблюдается либерализация использования переписок, да, и вот эти вот нотариально заверенные скриншоты, они уходят на уже такой небольшой покой. Но, тем не менее, лучше прийти к нотариусу, показать переписку, чтобы он все это заверил. Чтобы он все заверил и подтвердил. Но вот этот вот способ, да, связанный с использованием уже новых технологий, он вполне себе работает. Так что, да, это одно из возможных знаний, как это доказать. Понятное дело, что есть и другие, да, основания для расторжения таких договоров. Они в 5199 статье гражданского кодекса перечислены, там достаточно большой перечень, по-настоящему не будем забивать сейчас этим голову. Они очень похожи по своей сути на дела по признанию недостойных наследников, да, по-настоящему. Поэтому то на то и выходит, да. Так, а если говорить, вот у меня сейчас возник вопрос, ну, грубо говоря, возьмем ситуацию, пожилой человек, да, заключил договор ренты, но у него есть там какие-то родственники, да, те же будущие наследники, что называется, да, они об этом договоре ренты узнали и вдруг посчитали, что вот как бы вот их права как-то вот ущемлены, да. Они могут оспорить этот договор ренты? Ну, смотрите, конечно, чисто теоретически возможно, да, но для этого придется доказать, что лицо, которое заключало этот договор ренты, бабушка или дедушка, да, что они были в, скажем так, не совсем в меняемом состоянии, да. Это возможно в тех случаях, когда стоят на учете в психдиспансере или что-нибудь такого плана, да. Опять-таки, опять-таки тут весьма сложное бремя доказывания, выразимся так, такие суды, они выигрываются в принципе не очень часто, поэтому чаще всего сделка по ренте устоит без каких-то проблем, скажем так. Так, а заключается договор ренты обязательно в присутствии нотариуса или это просто письменный фонд? Нет-нет, это требуется обязательно нотариальное удостоверение, да. Кстати, именно вот это вот обязательно нотариальное удостоверение, оно и приводит иногда к, скажем так, непониманию у людей, которые заключают эти договора, что они конкретно делают, да. То есть есть договора там еще дарения разнообразные, купли-продажи, которые тоже можно заключать у нотариуса. При этом набор вопросов у нотариуса по-настоящему очень похож, да, когда этот договор заключается. И, соответственно, иногда люди просто путают, что такое рента, что такое дарение, что такое купли-продажи, да, и вот тем более старые люди... То есть и, собственно, пожилому человеку могут, что называется, просто, ну, подменить договор, да, ему скажут на словах, что он заключает договор ренты, а на самом деле он может оформить договор дарения и там... Открытым текстом при нотариусе, конечно, так не скажется. Ну, я не говорю, что это при нотариусе. Но до этого, до этого, да, к сожалению, такое не случается. Но нотариус, наверное, должен же удостовериться, или это не его обязанности? Это его обязанности, но, к сожалению, далеко не всегда эти обязанности исполняются надлежащим образом. Ну, поток людей большой, всем иллюзия, и, к сожалению, не всегда это видно, чтобы исполнялось хорошо. Напомню, сегодня гость рубрики «Утренний кофе» юрист юридической фирмы «Солнцевый партнер» Михаил Чернокос. Плюс говорим мы сегодня о договорах ренты. До перерыва мы начали говорить о том, что существуют два типа. Да, и как раз торгать, поговорили еще вкратце. Так, ну вот все-таки два типа. Значит, один это договор. Давайте, начнем. Первое, это договор ренты с пожизненным содержанием. Не так уж и редко встречаются ситуации, когда пожилой человек не может себя обеспечивать, да, у него нет родственников, готовых помочь, ну или есть, но, как я уже говорил, придут только на дележку квартиры. Сдавать свою квартиру такие люди не готовы, переезд они тоже не потянут, да. При таком раскладе можно передать свою недвижимость другому человеку за обязательство платить деньгами. Еще раз, оплата проводится деньгами, да, то есть не вещами и не услугами. То есть, заключая договор пожизненной ренты, плательщик обязуется содержать пенсионера до конца его жизни. При этом он уже может по-настоящему жить в квартире, да, это вот особенность. Оплачивая ее будто в расстрочку. При этом ренту нельзя передавать по уступке третьему лицу, да, то есть вы вот с кем заключили, с тем этот договор и будет работать. Второй вариант, это договор пожизненного содержания сождевением, да. Ну тут можно догадаться, в чем главное отличие. В первом случае вам платят деньгами, да, во втором случае вас обеспечивают, да. Тот самый стакан воды в старости, да, только за средства денежные. Вместо ежемесячных платежей, соответственно, будущий владелец квартиры, вот такой вот, должен ухаживать за нынешним владельцем квартиры. И в отличие от пожизненного содержания квартиры, у нас сождевение предполагает не только денежную выплату, но еще и покупку еды, да, и одежды, лекарства, вещей, да, поддержку здоровья, помощь с бытовыми делами какими-то, лично или путем оплаты услуг профессионалов. Суммы, которые тратятся каждом месяце на содержание такого вот получателя ренты, не должны быть меньше двух прожиточных минимумов. При этом владелец недвижимости и осуществляющий уход в таких случаях, как правило, да, живут вместе. Ну, понятным причинам, потому что иначе осуществлять иждивение будет весьма проблематично. Собственно, теперь главное, зачем мы здесь собрались, поговорим о плюсах договора ренты. Да. Бедную старость за гарантией ежемесячных выплат. Договор гарантируется залогом, то есть самим передаваемым имуществом, и финансовое обеспечение сохраняется, даже если жилье станет непригодным для проживания. Да, такое ведь тоже может быть, да, то есть... Соседи затопили или, не дай бог, пожар случился? Вот пожар, наверное, ближе к данной ситуации, да, к правде, потому что после затопления соседей обычно жилье все еще можно использовать, а вот после пожара уже может быть проблематично. Собственно, плательщик в данной ситуации, он у нас тоже остается в выигрыше, да, с учетом стоимости недвижимости он получает квартиру или дом с меньшими затратами. Ну, тут, конечно, всегда нужно прикидывать, да, сколько еще проживет ваш, скажем так, ориентодатель, но что поделать, да. Рантье при этом не может расторгнуть договор, если условия соблюдаются. К тому же вариант с проживанием и ждвением, ну, безусловно, дешевле, чем снимать квартиру в большинстве случаев. Получается, там, расход должны быть два проживающих минимума, это 24 тысячи рублей, ну, это как, это сильно меньше нынешнего платежа по ипотеке, я так сказал бы, да. Что касается минусов договора ренты, во-первых, конечно, договор ренты, он отличается неопределенностью сроков долга, да. До момента смерти пожилого человека стать полноправным таким, знаете, владельцем квартиры, чтобы не было никаких ни ограничений, ни обременений, ну, просто невозможно. И, кроме того, плательщик берет на себя все расходы на нотариуса по заключению договора, получению всех необходимых справок, да. При этом владелец квартиры, в свою очередь, может стать, ну, жертвой мошенников, да. То есть нередкий случай, когда рантье старались жить просто со свету, чтобы меньше платить, скорее, его имущество заполучить. Ну, такое, к сожалению, бывает. Собственно, оформление договора ренты. Мы уже кратко коснулись, да, что это делается через нотариальную форму. Да, через нотариус, но все-таки вот так вот пожилым людям, которые, ну, хотят заключить договор ренты, да, получить дополнительный какой-то доход к пенсии или там уход, да. Я так скажу, есть некоторые вот договора, да, которые заключаются на всю жизнь, да. И это те ситуации, когда лучше лишний раз не экономить по-настоящему, да. Да, и вообще любую такую сделку стоит совершать под контролем профессионала, а не заниматься вот самолечением, тем, которым иногда у нас люди любят заниматься. Ну, типа, посмотрели в интернете, почитали, да, типовую распечатали и так далее. Да, да, да. Ну, как я уже говорил, случалось, что там под видом договора ренты владельцу иногда давали подписать договор дарения, да, человек лишался квартиры, возможно, претендовать на финансовую помощь, да. А плательщику со своей стороны необходимо помнить, что даже если квартира будет уничтожена, да, там сгорела, разрушена, придется соблюдать условия договора до самой смерти ее собственника. Если сам плательщик там внезапно скончается, да, то обязанности по уплате иждивению перейдут в том числе к его уже наследникам в свою очередь, да. То есть, получается, ну, если так случилось, что тот человек, который платит содержание, да, договор на этом не заканчивается. Да, конечно. То есть, ваши наследники получат, конечно, и квартиру, да, в свою очередь, и вот это вот необходимо. И ведь вот это обременение, что называется. Да, абсолютно верно, да. То есть, за дедушкой придется досматривать уже вашим детям, в свою очередь. Ну, все так же вот сохраняется, конечно, риск оспаривания договора ренты со стороны наследников владельца, но, повторюсь, там шансы не очень высокие, если нет никаких-то вот таких вот конкретных психических, да, заболеваний. При этом, когда планируете передавать квартиру в ренту или заключать договор, вот, чтобы стать ее собственной, вы заручитесь с профессиональной юридической помощью обязательно, да, это поможет избежать серьезных рисков. Потому что договор нужно составлять заранее, прописать все варианты расторжения соглашения, ответственность сторон, обязательно необходимо присутствие нотариуса, да, в таком соглашении. Потому что если вы сделаете подобное соглашение без нотариуса, то это будет просто бумажка, которую никто никогда не примет, да. И любой наследник, который придет разбираться с этой ситуацией, любой наследник, он сможет просто взять и эту бумажку оспорить банально. Вы не сможете ничего с этим сотворить. Конечно, после того, как вы заключили данный договор, на этом ваши потенциальные проблемы не заканчиваются, да. Это все-таки не просто какое-то манно-небесное, да, это самый настоящий договор, у договоров необходимо подтверждать, да, что вы что-то делаете. Его исполнение. Да, его исполнение. Вот, конечно, тут же в первую очередь интересно не пенсионеру, скажем так, да, сдающему свою квартиру в ренту, а именно плательщику ренты. Понятно, почему, да, мы уже обсуждали чуть ранее в первой части о том, что, как оспорить этот договор со стороны пенсионера, да, и вот именно поэтому и надо подстраховываться. То есть, оказали услугу, в конце месяца подпишите акт выполненных работ, да, о том, что вы действительно оказали эту услугу, что пенсионер всем доволен, он поставил свою подпись, все хорошо. Хорошо, заплатили деньги, отлично, вы либо получаете расписку, да, либо вы их переводите все-таки безналичным платежом, для того, чтобы потом можно было... Ну, и, соответственно, у вас есть расписка, банковская выписка. Да, не расписка, а банковская выписка о том, что, да, действительно, вы эти деньги переводили. Очень внимательно следите за тем, как изменяется размер минимального прожиточного минимума, да, он у нас меняется там буквально каждые три месяца, грубо говоря, да. Только прожиточный минимум или мрот? Минимум, да, то есть мрот тут ни при чем, да. Соответственно, он нас меняется систематически, да, и чтобы у вас не было ситуации, когда вы продолжаете платить по старому значению, оно уже изменилось, а в результате не исполняется требование о двух прожиточных минимумах в виде платежа. Это уже нарушение, пусть там даже расхождение в 50 рублей, грубо говоря. Скорее всего, суд такой ситуации пойдет на, скажем так, снисхождение определенное, да, но, 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 все равно это формальное основание существует, и лишний раз рисковать я бы просто не рисковал в данной ситуации. Вот и все. Что еще можно сказать такого основополагающего, кроме того, что, значит, договор ренты у нас заключается только с присутствием нотариуса? Присутствием нотариуса, обязательно прописывайте все очень максимально подробно, что только можно придумать, да, в этом договоре, все условия. Если вы хотите, можете прописывать вплоть до того, какая конкретно поддержка будет оказываться пенсионеру в рамках этого договора, чтобы потом не было разночтения о том, что он там думал, что вы ему должны золотые горы, да, обеспечить, а по факту нет. То есть даже перечень услуг, которые должен оказывать? Ну, желательно, да, то есть эти договора желательно, чтобы они были максимально подробными, да, чтобы потом не было каких-то разночтений. Он заключается на длительное время, да, ну, человек, он, конечно, смертен, тем более внезапно, но иногда он, бывает, и живет достаточно долго, так что... Поэтому лучше все-таки в таких случаях обращаться к специалистам, к юристам, которые помогут в составлении правильного договора, который потом... Потом уже можно будет завизировать у нотариуса, скажем так. Да. Да? Вообще вся вот эта вот тема с рентой, вы должны понимать, это часть достаточно крупной темы наследственного планирования как такового. Оно применяется и для бизнеса, в том числе, и для вот таких вот обычных случаев. Но это уже такая объемная тема, постараемся разбить ее на несколько кусков и уже рассказать о ней по частям. Да. Ну, к сожалению, у нас закончилось время в эфире. Напомню, сегодня гостем студии «Балтиплюс» был юрист юридической фирмы «Солнцев» и партнерой Михаил Чернокос. Михаил, спасибо вам за беседу. До встречи. Спасибо за приглашение. Через две недели. Через две недели.